Всем привет, друзья! С вами Егор Монахов. В обзоре обновления Android 4.4 KitKat для 7-дюймового Nexus 2013 года мы сказали, что того самого лаунчера, который стоит на Nexus 5 из коробки, больше нет ни на одном устройстве, даже после обновления до самой свежей версии Android. Помимо того, мы обещали, что если видео соберет много лайков, оно действительно собрало, мы покажем, как установить лаунчер и как записать видео с экрана через команды ADB. Так вот, сказано, сделано. Итак, начинаем с лаунчера. Для начала давайте немного его осмотрим. Наконец-то появилась прозрачность. Черных полосок ни снизу, ни сверху нет. Но это только на рабочем столе и в меню приложений. При переходе, к примеру, в настройки или при блокировке экрана полосы снова появляются. Также в нижней части осталась обрезанная анимация нажатия кнопок. Не уверен, так ли это в Nexus 5. Глянем на рабочий стол. Иконки, анимации и бакграунды папок изменились, опять же в угоду минимализма и прозрачности. Рабочие столы теперь создаются просто путем перетаскивания любой иконки приложения на новую область. Еще один полезный момент, касаемый рабочего стола. Помните, при долгом нажатии на пустую область экрана можно было выбирать обои? Так вот, в лаунчере вместо этого вам открывается выбор виджетов, обоев и настроек Google Now. Кнопка вызова меню приложений это все те же 6 точек, только уже в полупрозрачном кружке. Редизайну подверглось и само меню. Оно прозрачное и иконки стали крупные. Сразу видно отличие гугловских приложений от остальных. Разрешение у первых гораздо больше. Также теперь отсутствует вкладка с виджетами, но она в принципе больше и не нужна. Одна из самых, на мой взгляд, убойных фич этого лаунчера стала интеграция с Google Now. Теперь при его включении он располагается на месте самого левого рабочего стола, то есть открыть его можно простым свайпом. Но это еще не все. При включенном в качестве системного английском языке с любых рабочих столов можно активировать Now простой командой OK Google, после чего можно задавать ему любые команды. Подобное мы уже видели в Moto X, но Motorola слушала голос постоянно, даже при заблокированном экране. А в данном лаунчере ни на экране блокировки, ни в приложениях это не работает. Также опять же замечу, что если вы поставили русский системный язык, фраза работать не будет. Да и добротная половина функций Google Now просто убьется. Ну и напоследок о двух вещах, которые мы упустили из виду, делая обзор Android 4.4. Первая. На экране блокировки при воспроизведении музыки отображается обложка проигрываемого трека. Из Google Play Music работает отлично. Ну и вторая, очень важная вещь, касается работоспособности устройства. В меню разработчиков можно переключить рантайм с Dalvik на ART. При дальнейшем допильмении этого режима мы получим значительный прирост производительности и продолжительности автономной работы устройства. Хотя замечу, что даже сейчас прирост слабый, но все же он есть. Теперь наконец о том, как поставить этот лаунчер. Стопроцентную работу на прошивках ниже, чем 4.4 не гарантирую, хотя можете попробовать. Облазив несколько формов и ресурсов, нашел несколько сборок лаунчера. Во многих какой-нибудь баг да был. Либо клавиатура выскакивает постоянно, либо Google Now нет и так далее. Так вот, буквально на днях в сети, обращаю ваше внимание на то, что именно в сети, а не в Play Store, появился АПК-файл Google Search, который несет в себе этот лаунчер. Но для него нужен был активатор, который мы спокойно вытащили из одной сборок лаунчера. Поставить его очень просто. Скачиваем АПК-файлы на устройство, ссылка на архив с ними в описании. Сначала ставим первый АПК, а следом за ним и второй. Финальным шагом просто выбираем данный лаунчер как стандартный и наслаждаемся прозрачностью. А теперь бонус, как захватывать видео с экрана любого устройства под управлением Android 4.4 KitKat. Первым делом скачиваем архив с SDK, который находится по ссылке в описании, и распаковываем в любую папку на вашем компьютере. Операции проводить будем на Mac'е. У Windows в принципе все то же самое, только без точек с бэкслэшем перед командой. Первым делом, разумеется, подключаем устройство к компьютеру и активируем в нем режим разработчика. Для этого в основной информации нужно многократно тапать по пункту номер сборки до тех пор, пока нас не обзовут разработчиков. Далее в главном меню настроек нажимаем на пункт для разработчиков. Включаем его тумблером сверху и ставим галочку рядом с отладкой по USB. Все с устройством разобрались, переходим к части с компьютером. Открываем командную строку. На Mac'е она называется терминал, а на Windows – командная строка. И там, и там их можно найти в поиске. Далее пишем там вот такую вот команду, в которой нужно указать путь к папке, куда вы разархивировали SDK. Все, что нам осталось сделать, это запустить запись. Делается это очень просто вот этой вот командой. Также можно добавить дополнительные опции – настройка битрейта или разрешение. Как вы видите по команде, запись сохраняется в формате MP4 в заданном вами месте. Запись можно остановить, просто нажав сочетание клавиш Ctrl плюс C. Примечание у меня одно – данная функция иногда дает сбой. Например, с Nexus 7 2013 года она почему-то умеет записывать только в HD-разрешении. И готовые файлы советую вам просматривать с компьютера, ибо самого устройства иногда может глючить. И на этом у нас все, дорогие друзья. Оставляйте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайк за полезную информацию. С вами был Егор, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!